В следующий раз, Антон, предупреждай, какого цвета ты наденешь белье. Знаешь, у меня все чистое, то я и одеваю. Белье, ты понял, что я сказала. Успокойся. Всем привет, друзья. Орел и Решка снова в Берлине. Да, и пока нас не было, здесь столько всего поменялось, что, честно говоря, я совсем не хочу есть сосиски и пить пиво. Да, да, хочется исследовать какие-то интересные артобетки, ходить по необычным музеям. Да, Антон, и тебе прекрасно хватит 100 долларов, чтобы по всем по ним пройтись. НИХТ! ДАХТ, Антон, ДАХТ! Орел? Решка! Айн, цвайн, полицай, др... Окей, хорошо, просто открываем. НИХТ! 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 ЗАХТ! Знаешь что? Я как утка, да, 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 да! На тебе твою монетку, на тебе твою золотую карту. Знаешь, Антон, я сейчас скажу. На тебе берем захту. А, это не надо. А, все, я пошла, я даже уже говорила. И на тебе мое презрение. Крашено. Берлин. Сказать, что шесть лет назад ты нас удивил, ничего не сказать. Кто бы мог подумать, что главный город строгой Германии окажется таким дерзким сорванцом. Каким ты стал, пока нас не было? Повзрослел? Взялся за голову? Надеемся, что нет. Подумаешь, едет кровать в центре города по трамвайным путям. Здесь вполне мог бы быть красивый, красочный, профессиональный, долгий текст, описывающий все прелести моей тачки. Но так как я ничего, абсолютно ничего в этом не понимаю, я просто сяду в свою красную, красивенькую, спортивную машинку. Ну ладно, расскажу. Моя машинка – легенда 80-й. Порше 924-й. На такую тачку молился каждый парень в кожаной косухе и каждая девчонка с начёсом. В Берлине я сразу же обменял свои 100 баксов на 92 евро. А теперь – айда в город. Если в Берлине вы планируете много ездить, покупайте вот такой однодневный проездной за 7 евро. По нему можно кататься целый день абсолютно бесплатно и на всех видах транспорта. Я хочу купить тикет для один день. Однодневный бакс. Спасибо. Купленный билет необходимо прокомпостировать в такой вот машине, после этого на него наносится дата. В Берлине среди богачей писком моды считается ездить не на новеньких мерседесах и бмв, а на винтажных авто. Они покупают тачку, о которой мечтали в молодости, делают из неё конфетку и ездят довольные. Если бы я не знала, что это Порш, по внутреннему салону никогда бы не догадалась. То есть такая вот старенькая машинка, пыльная даже в некоторых местах. Только с виду понятно, что это Порш. Так едем в какой-то девятке. Магнитола не хватает. А нет, есть магнитола. Уже на въезде в Берлин становится понятно, что архитектура у немцев очень простая, утилитарная, без особых изысков. Квадратиш практиш гуд. Некоторые улицы города вообще ничем не отличаются от наших. Такое ощущение, что ты и не выезжал из своей страны. Типичный Воронеж за окном. Но стоит тебе заехать в центральные районы, и город преображается на глазах. На солнышке город вообще другими красками играет. Все такое красивое, уютное. Загляденье. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот тут я уже могу сказать, я в Берлине. Прогулка по Берлину начинается с центральной улицы Унтерден-Лиденштрассе. Тут находится самая узнаваемая достопримечательность города – Бранденбургские ворота. Бранденбургские ворота – первые городские ворота Берлина. Что они только не повидали на своем веку. Освобождение Берлина от Наполеона. Первую мировую войну. Капитуляцию Германии. Любой турист стремится попасть сюда, потому что если ты не был возле Бранденбургских ворот, ну, считай, ты не был в Берлине. На площади возле ворот – вечная движуха. Непонятно, кого здесь больше – туристов или вымогателей денег у туристов. А, привет, привет, друзья. На самом деле, как вот мало для счастья нужно европейским туристам? Подошел человек в костюме. Давай, давай, давай. Сфотографировался. О, это интересно. Сфотографировался. Давай деньги. А, давай деньги. Одну фразу выучилось. Сфотографировался. Сфотографировался. Я даже тоже могу подзаработать здесь деньжат. Сфотографировался. Сфотографировался. Окей. Сфотографировался. Молодец. Да. Данке. Сфотографировался. Храни вас Бог. Спасибо большое. Вот так вот легко и беззаботно я отбил свое фотографирование. Учись, фрау Анастасия, учись! Ну вот и все, товарищи туристы. На этом стандартные достопримечательности Берлина закончились. Сегодня мы покажем вам другой Берлин. Берлин – самый странный город мира. А как вы хотели? На протяжении многих лет он был разделен на два враждующих лагеря, между которыми стояла Берлинская стена. Одни были за Запад, другие – за СССР. Когда стена рухнула, совершенно разным людям пришлось уживаться друг с другом. В итоге получилась бурлящая, яркая смесь. Уникальный и неповторимый современный Берлин. У берлинцев очень странное видение своего города. Странное отношение к своей внешности. Странное отношение к истории. Взять хотя бы знаменитую Берлинскую стену. Берлинская стена разделяла один город на два враждующих лагеря. Тут были километры колючей проволоки под током. Стояли вышки, с которых пулеметчики расстреливали нарушителей этой границы. А берлинцы превратили ее в арт-галерею, разрисованную яркими граффити. Где все гуляют и фотографируются на фоне страстного поцелуя Брежнева и лидера восточной Германии Хоникера. На первый взгляд это обычный парк в центре города, но на самом деле это мемориал жертвам Холокоста. Три тысячи бетонных плит символизируют надгробие, память о евреях, которых расстреливали и травили газом в немецких концлагерях. Субтитры создавал DimaTorzok Эти вот серые, совершенно безликие бетонные плиты, за которыми не видно окружающего мира, они создают такое гнетущее чувство тоски, одиночества. Гуляя между ними, кажется, будто ты блуждаешь в неживом, каменном лесу. На самом деле здесь не так просто сосредоточиться, потому что играют дети, для них это идеальное место для того, чтобы поиграть в прятки. Слышен смех. И мне кажется, что люди не воспринимают этот мемориал, как мемориал жертвам Холокоста, а просто какое-то очередное прикольное место в центре города. Все это в голове не укладывается, но еще больше поражает то, что в этом и была идея автора. Он хотел, чтобы люди, пройдя между плит и почувствовав страх и скорбь, все же продолжали радоваться жизни и ценили каждый прожитый день. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, вам не показалось, я еду на кровати на экскурсию в горизонтальный Берлин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, ничего необычного. Смотрите дальше в свои смартфоны и пейте пиво. Подумаешь, едет кровать в центре города по трамвайным путям. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Завидуй молча. Ну вот в чем прелесть богатства? Ты можешь позволить себе на кровати ехать в центре города и привлекать к себе столько внимания, сколько я не привлекаю, будучи в самом глубоком декольте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мамочки, мы что, поедем вместе с машинами по одной дороге? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такой экскурсии на кровати нет больше ни в одном городе. Стоит 130 евро в час. Лежишь и смотришь, и кайфуешь. Согласитесь, под таким углом вы никогда не увидите город. Пожалуй, это самая странная обзорная экскурсия в мире. От нее не устанешь. А если стало скучно, можно вздремнуть. Че, мы уже приехали что ли? О господи, вы-то все откуда. Оооооо, хорошая была экскурсия. В Берлине я поселюсь в популярном среди бюджетных туристов хостеле. Запомните его название – Вомбатс. Это хостел номер один в Берлине. Он дважды выиграл звание самого чистого хостела мира. Представляете? Ну просто супер. Я буду жить в самом чистом хостеле в мире. Исходишь за 19 евро. Класс. Интересно же посмотреть, как выглядит самый чистый хостел. Я думал, в самом чистом хостеле мира будет как-то почище. Что-ли запах, как в операционной, ну или все вымыто до скрипы и блеска. Знаете, для меня вопрос чистоты – это очень важно. Я думаю, что и для вас тоже. Поэтому проверим-ка мы этот хостел на чистоту. О-хо-хо! Это первый залет, по-моему. Здесь пыль не вытирали, ну, пару недель так точно. Это коричневая полоса, она не была на перчатке изначально, она появилась только что, потому что там на полу очень грязно. Как достал этот непрофессионализм, эти обещания. Ну вот скажите мне, пожалуйста, разве это две награды самому чистому хостелу? Ну что, по жести так по жести. Постель. Я просто задумался о том, сколько всего видел этот матрас, сколько на него было пролито, вылито. Да. Терпи, малыш, тебе еще столько всего предстоит. Пылевой тест. О-о-о-о! Господи боже! Я просто уже вижу, как тут микробы, как летчики Люфтваффе вылетают отсюда и кричат. Спасибо, спасибо, Антон, что ты нас освободил. Мы были здесь пять лет, и вот, наконец-то, свобода! Итак, после проверки хостела Вомбадс в Берлине я готов огласить свой вердикт. Здесь довольно пыльно, но не так, как в других хостелах, да. Здесь грязный матрас, но, с другой стороны, он здесь есть. В общем, это, конечно, не самый чистый хостел в мире, но давайте смотреть правде в глаза. За 19 евро вы получаете хостел в прекрасном районе Берлина. Номер, в котором есть все необходимое – кровать и шкафчики. Даже туалет в номере. Я бы рекомендовал оставаться в этом хостеле, но он, правда, неплох. Единственное, что, конечно, третий раз подряд награду самого чистого хостела он вряд ли получит. Я в этом постарался. В прошлый раз Жанна Бадоева заселилась в очень странный отель. С перевернутыми номерами. Номерами, где нужно искать мебель. Где над кроватью висят гильотины. Где вместо кровати камеры. Собачьи будки. И железные клепки. А еще за тобой в любое время могут подглядывать соседи. Пока нас не было, берлинцы стали выбирать еще более странное жилье. В этом городе есть район Шарлоттенбург, очень популярный среди берлинцев. Там они снимают квартиры, устраивают деловые встречи и даже снимают фильмы. Кстати, там есть старинная водонапорная башня 19 века. Именно в ней, на самом верхнем этаже, я забронировала себе роскошные апартаменты. Берлинцы не разрушают старые постройки, а переосмысливают их. Сейчас верхом крутизны считается взять старое здание, оставить родной фасад, а внутри сделать дизайнерский ремонт. Давайте же посмотрим, что сейчас модно в Берлине. Белый цвет. Четкие линии. Открытое пространство. И робот-пылесос. В общем, ремонт и интерьер в ультра-современном стиле. Ну или, как тут модно говорить, в стиле контемпорарий. Друзья, это огромная, светлая, крутая квартира. И она моя. Вся моя. Вау. Смотрите. Что это? Она меняет цвет от прикосновения. Прикольненько так. Вот что значит «в ногу» со временем. Правда, я не понимаю, что это, но ладно. Так, где моя спальня? А, нет. Туалет. Неплохо. Вау. Это штатушевая кабина? Ё-моё. Друзья, вот это я понимаю, кабина да кабина. Это прям какой-то, не знаю, целый транспорт. Спальня, ну наконец-то. В принципе все достаточно скромненько. Огромная кровать. Я думаю, что все, что нужно для счастья у меня есть. Чего мне еще желать? Абсолютно нечего. Хотя подождите. Да ну нафиг. Собственная звукозаписывающая студия. Поэтому что? Записываем хитяру. Три, два, один. Любовь, любовь, не греет кровь. Понравилось, Саш? В смысле? Тогда еще одну. Душа была слепа… Вот это нравится? Сань, тебе что, плохо что? Саня! Знаете, такое настроение, прям хочется себя чем-то побаловать. Ну, например, новеньким украшением. Добро пожаловать. Спасибо. Меня зовут Анастасия. А я Надя. Пройдемте в мою студию. Друзья, вы, наверное, спросите меня, почему за украшениями я приехала не в ювелирный магазин, а в мастерскую. Все очень просто. И я хочу берлинских необычных уникальных украшений, которых больше нигде нет, кроме как здесь. Надя Бутендорф – дизайнер и мастерица на все руки. Она создает украшения из силикона в виде… частей тела. Вот одно из последних ее творений. Кольцо, которое выглядит один в один, как человеческий палец. Это точная копия безымянного пальца моей левой руки. У меня такие огромные руки по сравнению с их пальчиками. Это очень необычно. Мы тут подумали с Антоном, что неплохо было бы, чтобы у меня всегда была золотая карта. А он мне говорит, нет, нет, у меня будет. Я говорю, Антон, нет, будет у меня. Ну, надо мы порешать. Девочки, забудьте про бриллианты, забудьте все караты и всякие эти цацки – это уже никому не интересно. Новый тренд. С таким кольцом вас заметят на любой вечеринке. Мои сладкие телезрители. Вы мои юные любознатели. Непередаваемые ощущения. Это еще не все. Вы можете дополнить к шестому пальчику третье ухо. Шо говоришь? Главное не переживай. Громче говори, не слышу тебя. Эта красота есть под любой цвет кожи. Будь ты европейка, будь ты азиатка, будь ты чоколадка. В общем, на любой вкус и цвет. Надя говорит, что берлинцы носят ее украшения на работу в офисы, в школы и даже в госструктуры. Кольцо-палец очень популярен среди парней. Его покупают, чтобы сделать своим девушкам предложение. Теперь вы понимаете, да, до какой степени эти берлинцы странные? Стоят эти силиконовые цацки, как золотые серьги – 180 евро. Но если не хочешь выпасть из страны берлинской тусовки, будь добр, плати. Берру, не глядя. Берлин – мировая столица клубной жизни. Берлинские клубы давно перестали быть просто заведениями с диджеем и потанцовкой. Тут происходят невообразимые вещи. Клубы и бары Берлина выбирают себе какие-то сумасшедшие концепции. Но к этой жести мы еще вернемся. Берлинцы начинают тусить по нарастающим. Первый клуб, в который я пришел – это диско-кабинка. Она работает по принципу автомата. Ты бросаешь 2 евро, и она превращается в дискотеку. Дискотека в кабинке ничем не отличается от дискотеки в клубе. Цвета – музыка. Дым – машина. Единственное – некого ходить за попу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В принципе, такой же клуб можно устроить у себя в шкафу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне еще никогда так не было одиноко на дискотеке. У берлинцев есть поговорка – танцы без бара – деньги на ветер. Это бар-больница. Вместо стульев – тут больничные койки. Вместо бутылок – мензурки и колбочки, внутри которых – высокоградусные микстуры. Только зашел, сразу хочется подлечиться. Ну, вы поняли. Данки. Ну, могут же, а. За 8,5 евро мне принесли коктейль с икрой. Слушайте, это не настоящая икра. Да она вообще никакая, она искусная. Ой, это не икра, а желе из клубничного сиропа. Еще за 5 евро тут можно заказать кислородный аппарат. Если долго дышать чистым кислородом, можно забалдеть. И появится приятное чувство опьянения, как после кружечки глинтвейна. Слушайте, сколько лет дышим кислородом, но никогда не думал, что это так круто. В жизни нужно попробовать все. Даже прийти в клуб инсомния. Орел и решка – честная программа. И если мы приезжаем в город, то мы показываем его таким, каким мы его увидели – без прикрас. Уведите детей от экранов! Мы начинаем репортаж из самого бессовестного клуба Берлина – «Инсомния». Здесь настолько открытая и раскрепощенная обстановка, что просто так в одежде смотреть шоу – это непростительно. Ты должен быть либо без штанов, либо без верха. Орел, Орешка, перезагрузка. Что ты делаешь? Инсомния – это клуб вседозволенности. Сюда посетители приходят заняться сами видите чем. Фильм «50 оттенков серого» вам покажется сказкой про красную шапочку. Клуб делится на две части. Первая – там, где полуобнаженные люди танцуют. Одним словом назовем это прелюдия. И вторая часть – назовем ее Playroom. Что это? Смотрите сами. А вот это называется «Господин и рабыня». Половина посетителей «Инсомнии» на удивление – это семейные пары, которым домашние утехи давно не приносят удовольствия. Истинное наслаждение им доставляет интим на глазах у публики. Честно говоря, я уже начинаю себя чувствовать немного неловко и кажется мне пора уходить. Такое ощущение, что берлинцы оттягиваются в этом клубе за всю неделю. Когда они были примерными работниками. Внимательными родителями. И культурными семьянинами. Как бы там ни было, я такого формата развлечения не понимаю. Но из песни про Берлин слов не выкинешь. Ой, спокойной ночи, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доброе утро. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Утром в Берлине хочется смыть себя вчерашний вечер. Поэтому я решила отправиться в лучший спа-салон города. И как вы уже, наверное, догадываетесь, спа в Берлине тоже не может быть обычным. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы спросите, что же здесь необычного? Хе-хе-хе. Вот же! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА За 400 евро ты можешь купаться, наслаждаясь звуком живой гитары. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это так романтично. Красивая музыка, красивый молодой человек, гитара, бассейн. Красивая девушка, конечно же. Парни, мотайте на ус. Вот такие вот должны быть первые свидания, а не ваши эти вот рестораны и киношки. Дело говоря. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, продолжаем наш парад берлинских странностей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, странные немцы, поиграем с вами в странные игры? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выходные дни в Берлинском техническом университете проходят тренировки по Хейдису. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Знакомьтесь, друзья, вот это вот Хейдис. Его придумал в далеком 2006 году студент из Германии. Он, кстати, учился в этом университете. По-моему, это самая странная вещь, которую я видел за последнее время. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С правилами автор долго не морочился. Они как в пинг-понге. Только вместо маленького шарика – большой мяч, а вместо ракетки – голова. В Германии Хейдис очень популярен. Здесь даже начали проводить чемпионаты по этому странному виду спорта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА За первую тренировку денег не берут. Ну, попробуем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мячи для Хейдиса делают из поролона, чтобы не осталось синяков. Да и весит он всего 100 грамм. Но это не спасает. У неподготовленного человека уже через 5 минут начинает болеть голова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я в Рейхстаге. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот это здание немецкого Рейхстага, оно имеет огромное историческое значение для всех нас. Потому что именно здесь 9 мая 45-го года советские войска подняли знамя победы. Андрея Беднякова не пустили в здание Рейхстага, потому что он не знал одной важной детали. За две недели нужно пройти регистрацию на официальном сайте. Это бесплатно и очень просто. Спасибо нашим заботливым продюсерам, которые заранее зарегистрировали меня и Настю. В здании Рейхстага заседает немецкий парламент, поэтому на входе жесткий контроль. Каждого досматривают как в аэропорту и просят предъявить паспорт. Рейхстаг. У нашего человека с этим местом ассоциируется победа. Капитуляция Германии. Но никак не футуристический стеклянный купол с зеркальной колонной посередине. Культовое место, которое манит свои истории. И ты приходишь сюда и что-то видишь. Куча туристов с аудиогидами. Небо красивое, охранники ходят. И все. Короче, Андрюх, будь спок, ты ничего не потерял. Вы только вдумайтесь. Каждый день сюда приходит 8 тысяч человек. Это же 334 человека в час. Это же 5 с половиной человек, которые приходят сюда каждую минуту, чтобы погулять, посмотреть, пофотографироваться, поползать. Это, конечно, все супер интересно, но я здесь за другим. На крыше Рейхстага есть ресторан для состоятельных персон. Вход сюда платный – 18 евро. Зато можно зайти без всяких там регистраций. Здесь ужинают депутаты, послы. В общем, сливки берлинского общества, для которых готовят лучшие повара столицы. Вот оно. Настоящая немецкая радость. Мясо и пиво. Попробуем. Нежнейшая телятина. Реально тает на языке. Очень вкусно. Вот сколько вы отдаете на работе за обед, а депутаты берлинского парламента за мясо и пюрешку платят 3 тысячи рублей. Берлинцы уже не могут даже нормально поесть. Им обязательно нужно выдумать какую-то странность. Вот, например, закусочная в бывшем общественном туалете. Саша, наш оператор, очень напрягся, когда я ему сказал, что мы идем есть в туалет. Саша, не волнуйся, это будет самый вкусный туалет в своей жизни. По-моему, очередь очень четко показывает популярность этого места. Я, кстати, даже ее конца не вижу. Но я буду стоять до последнего, потому что в этом туалете продают самые вкусные и при этом недорогие бургеры в Берлине. Я полчаса простоял в этой очереди. Этот бургер должен быть просто дастиш фантастиш. Иначе я из этого туалета туалет сделаю. Это я вам обещаю. Дружище, я хочу тебе сказать, что я не особо красивый. Значит, должен быть вкусный. Я слишком долго его ждал, чтобы ждать еще. И посмотрите, какая здесь гроссен котлетен. Она просто, просто гроссен. Я вам так скажу, жители Берлина умеют готовить не только сосиски, но и бургеры. Потому что это правда очень вкусно. Дорогой и любимый зритель, Орел и Решка своих традиций не меняет, и мы прячем для вас заветный клад. Ну, вы знаете, я еще тут подумала, ну вот что вам заморачиваться с этими 100 долларами, идти менять, запариваться. Поэтому, друзья, я прячу для вас 100 евро. Для вас. Бутылка с сокровищами от перезагрузки в Берлине будет ждать вас в парке Амглайсдрайг под мостом наземного метро. Ориентиром вам послужит медиа-центр с невыговариваемым названием. Стараешься для них, стараешься. Такой подгон сделала, 100 евро выбила, они все равно ведущие плохие. Поменяйте ведущих, они нам не нравятся. Обидно же. Берлин с годами стал еще более странным. Экскурсии на кроватях. Завиды молча. Еда в городских туалетах. Жилье в водонапорных башнях. Дискотеки в кабинках. Шестые пальцы, настольный теннис головой. А-а-а! Если вы устали от классической Европы и хотите провести самый безбашенный уикенд в своей жизни, вам в Берлин. Что говоришь? Господи Боже! А-а-а! Чуть-чуть-чуть-чуть! Прикольненько так! Давай деньги! Три, два, один! ДУШААААА! БЫЛАААААААААААА! Вот это нравится? Антонио. Антошка. Привет. Быстро становись, разворачивайся спиной. Быстро, быстро. Разворачивайся. Настя, быстро. Подожди, в смысле? Я говорю разворачивайся. Ты что, не понимаешь? Берлин – это странный город. Мы должны попрощаться со зрителями максимально странно. Давай, становись. Антон, ну вообще не город странный, ты странный. Но мне это нравится. Чему я удивляюсь? Я крабик, я крабик, 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 крабик. Хотя мы все грибы, грибы. Ты смысл, почему ты удивляешься? Ты даже никак не отреагировал на то, что у меня шестой палец. Ладно, друзья, увидимся с вами в следующем городе. Я не понимаю по-немецки. Ты можешь хотя бы по-английски? Я только недавно начала понимать, что такое go out.